Добро пожаловать на мой канал, посвященный обзору и ремонту аудиоустройств. Сегодняшний обзор будет посвящен радиоле Sony HP-219A. Устройство представляет собой FM-AM ресивер со встроенным кассетником и проигрывателем винила. И если в Америку поставлялись устройства только на 120 вольт, то на остальной мир поставлялась мультивольтовая версия с селектором на 100, 120, 220 и 240 вольт. Имеется кассетная дека с одним тонвалом и двумя головками с возможностью перемотки и записи. В процессе записи можно переключиться на прослушивание источника. Особенностью устройства является применение совмещенного регулятора громкости и баланса. Имеется возможность подключения двух пар колонок с сопротивлением не менее 8 Ом с их одновременной работой. Подключение колонок происходит посредством коннектора RCA, что может добавить некоторые неудобства. Стереоресивер аналоговый, с индикацией стерео. Проигрыватель винила является полным автоматом и имеет роликовый привод. Проигрыватель поддерживает 33, 45 и 78 скорости. Головка пьезокерамика VX23 с сферической ставкой ND127. Имеется возможность как регулировки силы прижима, так и антискейтинга. Усилительная часть имеет однополярное питание. Мощность 36 Вт. Наушники подключаются к выходному тракту усилителя через сопротивление в 470 Ом. Нагрев выходных транзисторов равномерный. Самое первое, что я отметил, так это то, что диск винилового проигрывателя крутится весьма затруднительно. Поэтому снимаем крышку, чтобы не мешалось, и отправляем ее в душ. Снимаем слепмат, который почему-то был приклеен на двусторонний скотч. Надеваем стопорную шайбу и снимаем диск. Перед нами пристает опорный подшипник с загустевшей за 50 лет смазкой. Чтобы до него нормально добраться, необходимо для начала снять алюминиевую шайбу автоматики. У нее смазка почти в таком же состоянии. Уайт спиритом или отстоном смазка не растворилась. Поэтому я применил свой любимый солицилый спирт и грубую силу. После смазки диск стал крутиться гораздо легче. Шкив протираем солицилом и спиртом. Ролик освежаем жидкостью для принтеров. Откручиваем два транспортировочных винта и четыре винта винилового проигрывателя. Поднимаем справа и вынимаем разъемы RCA и Molex питания. Обязан уточнить, что изначально техническим заданием предусматривалось только запитать правильное устройство, так как селектор напряжения был утерян. Хорошо, что были схемы и мультиметр, который показал, что японские рукожопы перепутали фазы, хотя для переменки это и не принципиально. Особенность разъема в том, что провод 2,5 квадрата для него мал, а следующий за ним 4 квадрата сильно велик. В моем случае идеально удалось тиснуть разъемы типа Molex. Крайне желательно не ошибиться, так как мотор винилового проигрывателя питается от отдельной отпайки на 100 вольт. При тестах изначально я подал 100 вольт и померил напряжение на вторичной обмотке трансформатора, которое оказалось в два раза ниже, чем надо. Значит соединение правильное и можно спокойно подавать 220 или 240 и радоваться жизни. Включаем через лампочку и вроде как все удачно и радио работает. Устройство не стали делать отдельный регулятор баланса, а применили в качестве регулятора громкости соосный переменный резистор на 250 килоом марки LPS. Этот регулятор за 50 лет в любом случае будет хрустеть. В качестве временной меры я смазал угольные дорожки, чего должно хватить хотя бы на некоторое время. Иначе надо менять на новый простой сдвоенный переменный резистор с утерией возможности регулировки баланса. Аналогичная проблема хруста звука может заключаться также в окислении контактов селектора. Разбирать его я боюсь, так как это не мое устройство, поэтому ограничивается только разработкой и методом переключения. Кассетная дека представляет собой абсолютно отдельное устройство в общем корпусе. Достать его можно только снизу, то есть с вынутым проигрывателем винила. Чтобы достать его из корпуса нужно снять морду устройства. Мне это напоминает замен аккумулятор на некоторых автомобилях, когда для этого нужно снимать бампер. Итак, приступим. Снимаем все набалдашники, откручиваем гайки микрофона и наушников. Откручиваем фиксирующий саморез под регулятором настройки частоты. Поддеваем морду снизу и отправляем ее в душ. Попутно имеем возможность, если не заменить, то хотя бы протереть лампочки. Переворачиваем проигрыватель и откручиваем 7 саморезов. Поднимаем и вынимаем разъемы питания, лампочек подсветки и РЦА разъемы. Относим на стол и наводим марафет ватными палочками. Заостряем внимание на подмоточном ролике. В моем случае резина начала девалканизироваться. Оценочно его внешний диаметр был 11 мм, но вероятно было и больше. Точно такие же сейчас не купить, поэтому я попробовал применить половину прижимного ролика с внешним диаметром на 13 мм. Единственное, надо предупредить возможность слетания резинки, поэтому я попробовал сделать это с помощью шайбы из плотной картонки. Итоговый вариант оказался вполне рабочим. Прижимной ролик поменял до кучи, так как у меня такой был. Внешний диаметр 13 мм. Следующим шагом надо проверить состояние пасеков на тонвале. Для этого кладем деку на бок и откручиваем 6 винтов. Теперь перед нами тунвал и три пасека. Коричневый стал уже жирным, большой черный растянулся и одубел, а на третьем выросла жизнь. Снимаем все пасеки и протираем от жира и следов иных форм жизни. Меняем все пасеки на новые. Пасек перемотки в двойном сложении имеет длину 5 см. Приводной 8 см. Подмоточный 7 см. Собираемся в обратном порядке и проверяем работоспособность. Размеры устройства стандартные для радиол того времени. Ширину 380 мм, 213 в высоту и 235 в глубину. Весит 8 кг. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации и высоких децибелов сигнал шум. Продолжение следует. Продолжение следует.